Инфляция наступает. Цены на овощи в Украине в этом году бьют рекорды. По данным Ассоциации поставщиков торговых сетей, только за последние два месяца стоимость так называемого борщевого набора выросла в два раза. Чего ждать дальше, выясняли мои коллеги. Около 19 гривен за килограмм капусты, примерно столько же за молодую картошку, 16 гривен за морковку и 11 за свеклу. Все цены примерно в 6 раз выше, чем были год назад. В целом же так называемый борщевой набор по подсчетам экономистов только за последние два месяца подорожал в два раза. Найбільшим драйвером инфляции в конце года в первую очередь у нас ожидаются продукты харчувания. Незважаючи на то, что в липні месяце цены почали дешевшати, в связи с надходением продукции овощей с открытого грунта нового врожаю, все равно мы имеем достаточно большой риск на эту продукцию с начала года. Сейчас украинская семья тратит на продукты питания более половины своего дохода, а малообеспеченные все 80%. Решение же правительства увеличить минимальную зарплату, соцвыплаты и пенсии лишь подстегнет инфляционный процесс. Все выплаты, которые мы сейчас производим, минимальная заработная плата, средняя заработная плата, а с осень еще и пенсия приводит к тому, что гривны становится больше. А теперь посмотрите, если мы имели высокую инфляцию в первую половину года, когда у нас гривна укреплялась, то какую мы будем иметь инфляцию, когда гривна начинает падать по отношению к доллару? Еще одна причина повышения цен на продукты питания – рост тарифов на услуги ЖКХ. Ведь расходы на коммуналку и юридических лиц автоматически сказываются на себестоимости, а соответственно на конечной стоимости продукта или услуги. Поэтому рост цен в Украине пока не остановить. С моей точки зрения, наиболее достоверная инфляция, которая может быть в этом году – это 20%. Где-то так, да, 200 не будет, 300 не будет, 20% будет. В то же время государство может сдержать рост цен. Для этого правительство не должно было отказываться от госрегулирования цен на продукты первой необходимости и от поддержки сельхозпроизводителя, говорят оппозиционеры. Надо вернуть тем льготы, которые были у сельхозпроизводителя, в первую очередь для фермеров, которые обладают небольшими участками земли, тогда будут снижены цены. И второе, государство должно вернуться в условиях такой вакханалии цен к регулированию цен на продукты первой необходимости. Поэтому здесь механизм простой. Первое, тарифы надо снижать, поскольку они необоснованные и неоправданные. Второе, надо поддерживать производителя за счет того, что снижает цены на тарифы на электроэнергию. Если этого не сделать, то несмотря на рост заработной платы и социальных выплат, инфляция сведет на нет все усилия государства.